Всем привет! Как вы знаете, на нашем рынке не так давно дала о себе знать китайская компания SkyWars, которая в том числе поставляет и телевизоры. Казалось бы, зачастую это простенькие, ничем не приметные бюджетники, удовлетворяющие запросы среднестатистического пользователя. Но на деле все обстоит в разы интереснее. Поддержка Android TV на ЖК-дисплее – это не новшество, скорее что-то привычное всем. А вот что насчет оптимизации? Имеем ли мы возможность воспроизводить абсолютно все приложения на большой матрице? И мой ответ – да, можем. Например, с помощью телевизора от SkyWars. Сегодня рассмотрим модель над 32 дюйма серии E6 этого бренда. Сразу к дизайну. Одна из отличительных черт – тонкие и аккуратные рамки. Нижняя немного толще остальных, выполнена из алюминия, как и V-образные ножки. С эстетической точки зрения выглядит стильно. Задняя панель немного угловато, заметно выделяется среди тех же 32-дюймовых LG и Samsung. Размеры стандартные для этой диагонали. Что вызывает интерес, так это ударопрочное стекло. Сборка выполнена, я бы сказала, хорошо. Ничего не выгибается, не раскачивается. Это актуально для семьи с маленькими детьми, животными, да и вообще, если предполагается использование на подставке, а не крепеж на стену. В основе экрана SkyWars 32.6 IPS-матрица. В совокупности с Full HD разрешением это дает внушительную цветопередачу, яркость и широкие углы обзора в 176 градусов. Плюс в том, что при длительном просмотре любимых фильмов глаза практически не устают. Изображение не отличается ядовитыми цветами. Почти как в лучших традициях Sony. В работе системы сбоев не наблюдалось. Сердце этой модели четырехъядерный процессор Cortex-A53 с частотой 1,5 ГГц, 2,5 ГБ ОЗУ и 16 ГБ внутренней памяти. Но помните, я вначале затронула оптимизацию? Именно она составляет идеальный тандем с хорошим железом в данном ценовом сегменте. Все дело в том, что компания SkyWars подписала контракт с Google, который разрабатывает специально для нее Android TV. В данном случае имеем версию 8.0. На практике это означает не только крутое быстродействие, но и вышеупомянутую оптимизацию приложений из того же плеймаркета. На этом TV залить удалось большинство приложений, поюзать различные мессенджеры. Можно даже игрушки загружать, не слишком требовательные. В связи с этим голосовой помощник Google Assistant в этой линейке работает сверхточно, постоянно обновляется и заточен под 88 языков. Затрагивая управление в целом, хочется сказать, что тут все интуитивно понятно. Пульт ДУ традиционный. Помимо всем привычных кнопок размещены также и горячие клавиши. Вызов голосовой помощи YouTube и Google Play. Интерфейс на голом андроиде не вызывает лишних вопросов. Все основные виджеты размещены удобно. Из крутых фичей здесь также есть технология Chromecast Build-In и Wi-Fi Miracast. И я бы сказала, что подобное не встречается повсеместно. Трансляция какого-либо контента с телефона или планшета на телевизор – да без проблем. И опять же, сравнивая с другими Smart TV, в SkyWars прогружается все моментально. Но в чем особая фишка Miracast, например? Передаются не файлы, а непосредственно пакеты видеосигналов в определенном формате. То есть, возможно, не только беспроводное воспроизведение содержимого файлов. Это еще и прямое дублирующее отображение экрана смартфона. Обратная передача видеосигнала с телевизора на экран мобильного устройства тоже доступна, если что. Пару слов о медиаплеере. Диапазон поддержки кодеков нельзя назвать скудным. Среди всего прочего доступен формат HTML5, словом, загрузить можно какой-либо сайт в том же Google и получить удобный интерфейс с оптимизацией для управления стандартным пультом. И это правда преимущество, на такое способен не каждый смарт. Представленная модель целиком и полностью предусматривает удобное подключение, встроенный модуль Wi-Fi, а также поддержка Bluetooth. Кратко пройдемся по разъемам – 3 HDMI и 2 USB-выхода, среди них и 3.0, композитный, мини-джек, LAN, CI+, и антенный. Их достаточно, чтобы подключить всю нужную периферию одновременно. К слову, встроенные TV-тюнеры включают и аналоговый, и цифровой, в том числе DVB-T2 и DVB-C. Ну и вишенка на торте SkyWars 32E6 – объемное звучание. В этой модели встроены не два, а целых четыре динамика, они выдают 20 Вт. Не самый лучший показатель, буду откровенна, но все же я рада стереоэффекту. Ему же, плюс ко всему, поспособствовала поддержка конкурентных форматов Digital Seattle System и Dolby Digital. Думаю, это тяжело совместить в голове, но все же факт остается фактом. Я слышала о том, что при первых поставках линейки i6 были сложности с регулировкой звука, которая откровенно работала некорректно. Со временем эту проблему устранили, и лично мне не довелось испытать ее на себе. Подведем итоги. Стоит ли обращать внимание на малоизвестной широкой аудитории бренды? Однозначно. Телевизор SkyWars 32E6 тому подтверждение. Ему есть чем выделиться среди конкурентов, и обратить внимание на него уж точно стоит, хотя бы из-за наличия хорошо оптимизированного ПО, ОС Android TV на борту, поддержки Chromecast, стереозвучания и, на мой взгляд, современного стильного дизайна. Пишите в комментариях, на какие бренды при покупке телевизора в первую очередь обращаете внимание вы и почему. А если это видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик. Также смотрите другие наши видео, где мы препарируем дисплеи смартфонов и телевизоров. Пока!